МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Текста у Шойгу на самом деле каких-то 30 секунд, но сколько же всего показательного буквально в каждой фразе. И разбор давайте начнем вот с этого первого. Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт. Извините, милейший, а что значит не по зоне СВО? Вот вы когда Киев каждый день шахидами и ракетами бомбите? В Киеве сегодня опять были слышны взрывы. Утром в столице Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Военные сообщили, что на Киев летят ракеты. В Киевской области обломки ракеты повредили частные дома. Воздушная тревога в Киеве в канун дня города продолжалась более пяти часов. Иранские дроны-камикадзе выпускались волнами. Из-за падения обломков сбитых дронов в Киеве возникли пожары в нескольких районах. Были повреждены здания и автомобили. Это зона спецоперации или все-таки не очень? Или может Украине втащить по зданию российского Минобороны, куда вы на крышу панцирь тянули? Ну, в ответ на удары по Киеву. Но так, чтобы в Останкино после криков терроризм пропагандисты сразу к проктологу ехали. О, вот это истинные ценности. Вот это то, что делает их счастливыми. Потому что они уже не люди, они не люди. Они уже давно ведут себя, как любая ТР, как ИГИЛ запрещенная. Мы ведем войну не просто с войсками, а с террористами. И это доказано. Они террористы. И никто же из этих жалких не может ответить на элементарный вопрос. Ну, если вам Киев можно бомбить, то почему Украине Крым нельзя? Тем более, что, во-первых, Крым – это Украина, а во-вторых, военных целей там под буби. Базы российские всякие, флот в Севастополе стоит. И нам, знаете ли, этот флот совершенно не нужен. С корыт ваших калибра на ту же Одессу летят. В результате ночных обстрелов Одессы погибли три человека, более десяти пострадали. Ракеты «Калибр» были выпущены по городу из акватории Черного моря. И знаете, друзья, мы даже готовы спорить, что весь этот спич Алини Люба был вызван как раз потенциальным бодобумом в Севастополе. Ведь зерновую сделку Россия, как все слышали от Пескова, судя по всему, продлевать не собирается? Ну, здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет. Перспектив нет, нет оснований для ее продления. А значит, совершенно любой российский военный корабль в Черном море – это законная цель для Украины. Поэтому может предложить Шойгу провести срочную демилитаризацию Севастополя? Ведь база в Новороссийске для военного флота России – это все-таки лучше, чем рядом с крейсером «Москва». Крейсер «Москва» я всю ночь не спал, говорил, в прямом эфире, говорил, «Да вы что, ребята, это же крейсер «Москва». Его не смогут никогда потопить, вы что? Это невозможно. Потопили. «Москва». Ну а здесь вполне вероятно кто-то скажет, мол, не факт, что украинские ракеты до Крыма долетят, есть же якобы лучшие в мире ПВО. Смотрите, на самом деле наше ПВО, оно лучшее в мире. Оно глубоко эшелонированное. У нас есть уже система, которая даже перехватывает гиперзвук. Но опять-таки истерика Шойгу вызвана как раз тем, что пример Луганска и Арабатской стрелки. ВСУ утром снова атаковали Луганск. Удары нанесли крылатыми ракетами Storm Shadow, поставленные Великобританией. Боевики киевского режима нанесли удар по Арабатской стрелке. ВСУ ударили дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow на рассвете. На деле показало российским генералам полную беспомощность систем ПВО против Shadow Storm. А потому клоуны в российском генштабе решили вроде как поднимать ставки. Но опять с разбегу плюхнулись в лужу. Будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины. То есть чудак угрожает Великобритании и США, но удар почему-то нанесет по центрам принятия решений в Украине. Божечки! Не армия, а куколды в погонах, ну ей-боже! Неужели это не очевидно до сих пор? Ведь смотрите какое дело! Шойгу сейчас трясет кулачком и угрожает тем, что и так регулярно делают. Напомнить прилет ракеты в район здания ГУР? Это было без ударов по Крыму, и все ваши пропагандисты тогда прям заходились от счастья и гордости. Идут и хорошие сообщения, то есть уже вот по их зданию ударили. Наконец-то принято политическое решение по нанесению ударов по центрам принятия решения на Украину. Да что там, если верить федеральным каналам, то Залужных с Будановым мертвы? Вот в ГУР прилетело, вот Залужного не видно. И Буданова тоже. Ну вот так точечно. Глава ГУР Буданов был ранен 29 мая во время удара вооруженных сил России по зданию его ведомства. Буданов умер, не приходя в сознание. Информация поступила из посольства Украины в Германии. Так по каким тогда центрам принятия решения они бить собрались? Получается, все бункеры же давно поражены? Или таки не поражены? И таки придется собраться с силами и пояснить холопам, зачем их целый месяц кормили вот такой чепухой. Что касается ранения Залужного, во-первых, это подтверждает качественную работу наших ВКС по центрам принятия решений, по штабам противника. И во-вторых, это действительно, эта ситуация всерьез лишила украинский режим достаточно грамотного, серьезного военачальника. А еще неплохо бы пояснить, чем отличается тот же Крым, куда типа бить нельзя, от Донецка, Луганска, Скадовска и Мелитополя. Ведь исходя из того, что говорил Шойгу, туда бить ракетами можно. По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шедоу». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт. То есть министр обороны Российской Федерации по факту не считает так называемые «новые регионы» территорией России. Мы правильно понимаем? Эх, Кужегетыч, да трындишься ты до воплощения в реальность пригожинских угроз. Основная проблема в Шойгу и в Герасиме. И все закончится тем, что будет в одно мгновение в Ольфламеево ночь. Как минимум повесят на Красной площади. Ну а в целом, друзья, просто вдумайтесь в эти уровни дна. Второй по значимости чиновник огромной ядерной России подставляется минимум 4 раза всего за каких-то 30 секунд. И все же это видят и наверняка думают, ну раз Шойгу не стыдно, то мы чем хуже? В итоге в путинской России информпространство превращается в бенефис цинизма и фейков. Вдруг замолчали две ключевые фигуры противостояния – заложные Буданов. И все поняли, что Россия может заставить замолчать, когда она это захочет. Мы, честно говоря, уже бы и не трогали эту позорнейшую эпопею с якобы убийством заложного и Буданов. Ну просто нельзя не показать, как реагируют топовые пропагандисты на разоблачение их лжи. В общем, друзья, убитый Буданов вдруг воскрес и появился на фотографиях с японскими дипломатами. И вот что на этот счет пишет Симоньян. Как может живой человек на двух разных фотографиях умудриться встать так, чтобы не только положение пальчиков, но и расположение складок на одежде было абсолютно идентичным? Вы все врете, короче. Это, видимо, надувной Буданов. Да и вообще таких даже Кива может штук пять в фотошопе нарисовать. Кирилл и Будановы окружили и взяли в заложники посла Японии в Украине. Буданов мертв. Все остальное для тупых лохов. И это настолько детские отмазки, что даже не ясно смеяться или плакать. Впрочем, куда показать ни другое. На самых честных во всей галактике федеральных каналах долго разбирали фотографии Буданова, но удивительным образом не заметили вот это интервью. Начнем с Каховской ГЭС. Это искусственная техногенная катастрофа. Террористический акт и акт экоцида совершен сознательно Российской Федерации. За полчаса до этого был зафиксирован выход в эфир в радиосеть к подразделению, которое находилось на Каховской ГЭС, с четкой командой немедленно эвакуироваться с этой территории. Ой, и стрижка та же, и события актуальные обсуждаются, то есть ясно, что не боям. Недоработанный фейк, скажем так. Все же понимали, что со мной все нормально. И потом, они четко понимали, что фейк будет развенчан. Поймали на этом таких всемирно известных экспертов типа Кивы, который прямо с пеной урта рассказывал, что я сначала погиб, потом воскрес, потом в кому какую-то впал. Но если такое показать россиянам, то дутые победы лопнут, словно мыльный пузырь. А этого в их ситуации делать ни в коем случае нельзя. Обстановка на фронте с каждым днем все хуже. А потому пропагандисты не просто сливаются по старым фейкам, а напротив увеличивают градус маразма. Включаешь, например, телевизор, а там просто лютый трэш. Одной рукой Украина готовит грязную бомбу. Служба внешней разведки России получила данные о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Это топливо перемещено в двух контейнерах на площадку хранилища в Чернобыле. МАГАТЭ при этом уведомлено не было. Все это можно объяснить намерениями Украины продолжить работу над грязной ядерной бомбой. Другой всячески защищает безвиз, который Евросоюз вот-вот якобы планирует забрать. Украина рискует потерять самое дорогое. Европейская комиссия начала рассмотрение вопроса отмены безвизового сотрудничества с Незалежной. Ведь как же дальше жить-то без безвиза, если по мнению напрочь утративших совести разум пропагандистов, дело идет к афганскому сценарию. Украине уготован и уже запущен афганский сценарий. Поэтому Вашингтон и его табаки и дальше будут требовать от Киева продолжать контрнаступать. Хотя если речь идет о сравнении России с талибами, то здесь мы даже согласимся. Но эти криконы же совсем другое имеют в виду. Дело в том, что скрипоносцы уже много лет страшно возбуждаются от кадров, где афганцы цеплялись за шасси американских самолетов. Власть в Афганистане теперь официально захватили талибы. Президент Афганистана Гани сбежал. Армии больше нет. В аэропорту давка, паника. Афганцы в прямом смысле слова пытаются догнать американские самолеты. Привязывают себя к шасси. Самолет набирает скорость, люди падают, разбиваются. И они всем русским миром мечтали увидеть такое же в Киеве. С Украиной так все понятно. Ее ждут шасси, массовое бегство. И может быть кто-то успеет спастись. Намотаем наш шасси. Я вообще считаю, что надо поручник шасси приделывать срочно. О чем говорили прямо. Борисполь. Взлетают самолет за самолетом. И Зеленский, как афганец, помните, в Кабуре захватился за шасси. Вот Зеленский будет бежать. Дверь уже захлопнут. Он будет пытаться дверь на ходу открыть. И тоже на взлете ему сорвется и упадет на киевскую землю. Но вместо однодневной войны, как в Афганистане, российская армия убежала из семи областей, а еще с территории, которая в Конституцию поспешно записала своими. За тысячи единиц уничтоженной техники, горящие базы ядерной триады и затопленный флагман российского флота, мы, как говорится в Одессе, вообще молчим. И вот представьте, что при таких водных у них язык поворачивается говорить про афганский сценарий. Украине уготован и уже запущен афганский сценарий. Афганский сценарий, додик, в Херсоне был. Тогда такие же крикуны брать Николаев обещали. Поверьте мне, что скорее мы зайдем в Николаев уже в ближайшие недели, и оттуда уже я буду с вами общаться в прямом эфире, чтобы до конца уже понимать, что же на самом деле происходит на этой украинской войне. А потом вместо Николаева героически захватывали участок земли метра два длиной. И мы бы очень рекомендовали обратить внимание пропагандистов на этот опыт. Здесь никаких угроз, просто что-то нам подсказывает, что за черноротость жизнь наказывает. Армия почувствовала вкус победы. Все, она понимает, что она лучшая в мире. Она понимает, что она сейчас, дай ей только работать, она сметет все до границы. Вас вырежут, вырежут поголовно. Вы знаете, как это происходит. Россия никогда не проигрывает. С другой стороны, нужно понимать, что выбора у подобной публики немного. Ведь все телевидение в русском мире сводится к двум глаголам – врать и лизать. Причем то, как эти жалкие зализывают начальство – это тема для отдельного разговора. Иди и смотри, сказано всем, кто хочет что-то понять и прочувствовать. В 20-м время героев было у нас. Надо было выстоять против наката мировой тьмы, против подлого цветного мятежа. И наши люди, наши силовики, наш вождь выстояли, раздавили гадину. Не-не, вы не ослышались. Он реально назвал Лукашенко вождем. А чуть позже сравнил судьбу усатого чмони с судьбой Христа. Мол, они оба не поддались искушениям. Первый камень из вавилонской башни торгашеской цивилизации выпал, когда у нас батька победил. А ведь как было просто. Возьми западные кредиты, накупи ножки Буша, кинь своих силовиков и будешь приятным гостем на фуршетах мировой элитки, ловя их гнилозубые лицемерные улыбки. Так же соблазняли и Господа нашего, Иисуса Христа. И когда мы слышим такое-то, в который раз убеждаемся в верности пути, выбранного Украиной, каким бы сложным и кровавым он не был. Ведь иначе наши дети росли бы на бенефисах вот таких неадекватных. Все, торгаш, ты проиграл. Идет солдат. И он расправится с тобой спокойно и жестко. Ты сам бросил вызов. Не обижайся, гадина. Мы точим ножи. И смотрите на Беларусь. Здесь работают. КГБ Беларуси работает как СМЕРШ. Мы колебаться не будем. Настроены решительно. Нас ничто не остановит. Да, СМЕРШ! И Абвер будет повержен. И сокрушится пятая колонна. Примите в ряды, товарищи СМЕРШовцы. Рука не дрогнет. Превращаясь в итоге в озлобленных зомби, которые и сами не живут, и не дают жить другим. Поэтому, друзья, в который раз призываем всех верить и поддерживать украинскую армию. Ведь именно на плечах этих титанов держится свободный демократический мир.